Итак, цель нашей встречи сегодня идти по нашей встрече в Денье и Семьбии, инструменты предоставленного менеджмента «Времена изменений». Ну, из первой пресс-фразы «Денье и Семьбии» наверное понятно, да? То есть мы хотели бы вас познакомить с программой NBA. И ведущей нашей встречи сегодня я хочу вам представить. Я Политина Зубков, директор бизнес-школы, я же тьютер УКОФ Управления маркетинговым финансом. Итак, Анна Саракожева, директор департамента по продажам «Гьюти Код», она же у нас тьютер, профессиональный институт менеджмент и открытый институт Великобритании. Елена Гравец, директор по продажам «Гиакон», она же у нас тьютер, курс менеджмент действий, открытый институт Великобритании, курс стратегии Международного института менеджмента «Времена изменений». Оксана Гаркова, финансовый директор, промышленный союз города «Нест Тьютер, курс менеджмент и открытый институт Великобритании». То есть наши ведущие, они будут по отдельным разделам нашей программы вести отдельные блоки. Итак, я хотела бы в течение 10 минут очень радко познакомить с бизнес-школой и с программой. Не возражаете? Нет, да? И, соответственно, как всегда, попытаться вам продать. Очень можем и выходные для вас будем. Можем быть, если вы примете решение. Итак, открытый институт Великобритании. Год создания 1969. На сегодняшний день представлен в 44 странах, 450 учебных центров. Мы являемся одним из 450 учебных центров. 218 тысяч студентов в год. Программа открытой институт Великобритании имеет три важно-престижные международные аккредитации. Самое главное из них – АМБАК. Вот, АМБАК, о ней я чуть позже скажу. По рейтингу среди 40 бизнес-школ с так называемой дистанционной формой обучения, с добавлением дистанта, открытый институт Великобритании занимает почетное третье место. Международный институт менеджмент АЛИНК России. Центрический партнер открытого института Великобритании. Ему предоставлено право предоставлять интересы и программы открытого института Великобритании в странах СНД. На сегодняшний день 11 стран, 80 учебных центров, 4,5 тысячи студентов ВОП, 1100 на сегодняшний день выпускников программы МБА, то есть обладателей диплома МБА, который говорит о наличии, в соответствии с требованием международных стандартов управленческой компетентности, квалификации менеджера высшего звена. Итак, бизнес-школа РФК, мы являемся представителями открытого института Великобритании в Международном институте Монжмента РИНК России. 11 лет работаем на рынке Восточной Украины. Представлены 8 городах, то есть с 8 городов Восточной Украины у нас обучаются студенты. На сегодняшний день у нас 1500 студентов-выпускников, 107 выпускников МБА и около 50 студентов. Там еще и программа МБА, которая учится уже на третьем теоретическом блоке. В мае 2013 года у нас состоялся 6 выпуск программы МБА и стратегия. Среди наших выпускников. Генеральные директора Центрального ГОКа, Ингулецкого ГОКа, Лен Транса, Испландер Герета Лен Транса, бывший генеральный директор Северного ГОКа сейчас возглавляет в Киеве компанию крупную. Финансовый директор футбольного клуба Шахтер, Директора по персоналу Кринбазовый Крум, Горно-народного дивизиона Метинвест, Метинвест Холдинг возглавляет подразделения по социальной политике, Директор по персоналу Северного ГОКа, Генеральный директор Алекс Востока-Донецкий. Это только отдельные, так называемые, яркие личности, которых я могу сейчас сказать. Наши выпускники работают в компаниях. То есть довольно большое количество компаний, около 25 на сегодняшний день в Восточной Украине. Но это основные компании, которые, кажется, на слуху и, соответственно, будут быть вам интересны. Итак, программа MBA, Открытый университет в Великобритании и Международный институт на Менеджменты России. Почему два, так называемые, две безнышковые? Первый курс программы MBA, менеджмент действия называется, это курс Открытого университета в Великобритании. Курс английский, на русском языке, английский документ на выходе. Длительность обучения год. То есть первый курс. Для кого мы рекомендуем этот, первый курс, именно этот, менеджмент действия? Для тех менеджеров, которые работают на топовых должностях или минимум менеджера среднего звена, соответственно, имеет довольно значительный управленческий опыт работы, имеет базовые знания и навыки в управлении. То есть есть курсы, сертификаты или основное профессиональное образование по менеджменту. Вот для них мы рекомендуем. Соответственно, второй курс или второй блок так называемых курсов, это курсы стратегического блока Международного института Мажен-Анталинка России. Курсы английские, на русском языке, но здесь возможны два варианта. То есть можно на английском языке изучить эти курсы, можно на русском языке. После окончания на английском языке, это диплом MBA Открытого университета в Великобритании, на русском языке, диплом MBA Международного института Мажен-Анталинка России. С дополнительным подтверждением аккредитации программы, включенных в списки эти программы, международная ответствующая организация AMBA, которая подтверждает качество программ MBA. Итак, как я уже говорила, квалификация менеджера вышла звена по окончании. Соответственно, документ на русском языке, это диплом Международного института Мажен-Анталинка. Соответственно, навыки, которые вы приобретаете, это навыки интеллирования инструментов различных функциональных дисциплин для решения сложных правительских проблем, расширение понимания правительских проблем, выходящих за рамки организаций, и стратегического блока, стратегические инструменты, стратегическое мышление, понимание эффективной и успешной стратегии, анализы, оценки стратегии предприятий, какие достижения конкурентоспособности предприятий и бизнеса. Соответственно, вы получаете, я повторяю, знания и навыки умения согласно британским стандартам управительской компетентности. Они разработаны по трем уровням управления, такие вот стандарты, в которые заложены требования к менеджерам высшего звена. Но если мы говорим сейчас о вашей квалификации, будущей, возможно, менеджера высшего звена. Дополнительно, согласно так называемому подходу к интенсивному капитанию, вы припитаете на руки умения продажи так называемых управленческих решений и обоснований их. То есть выявление областей улучшения решения бизнес-проблем собственной деятельности, устной презентации решения бизнес-проблем и письменной презентации ваших управленческих решений по решению бизнес-задач или бизнес-проблем. Каким образом это будет построено, я сейчас далее расскажу о технологиях и о содержании программы, которые позволят вам получить в результате обучения такие учебные результаты. Чего вы можете достичь в бизнесе? То есть какие бизнес-результаты вы можете обеспечить? То есть, соответственно, результатом вашего обучения на этой программе является дипломный проект по анализу и реализации непосредственно вашей стратегии компании или небольшого бизнеса. То есть у нас присутствуют и собственники бизнеса. Поэтому вот такие вот образцы, по сути дела, этих дипломных проектов, результатом которых является критический анализ стратегии, соответственно, разработка плана решений по изменениям стратегии и реализация стратегии, которая очень приветствуется и, соответственно, о которой нужно будет доложить при защите дипломного проекта перед государственной дистанционной комиссией в Москве. Итак, программа, как я уже говорила, она перейдетована и качество программы БИИ подтверждается международной ответующей организацией АМБА. Это ассоциация программы БИИ. Есть определенные члены этой ассоциации, которые по миру на сайте они представлены. И, соответственно, что комиссия подтверждает? Полноту актуальной знаний, то есть именно в соответствии с современным требованиям. Вы видите за последнее, буквально, с 2008 года какие резкие изменения у нас произошли по поводу требований непосредственно к менеджерам, особенно к менеджерам высшего звена на сегодняшний день. Достаточный уровень преподавательского состава, то есть эти преподаватели, или они у нас называются тьютеры, соответственно, они должны обладать практическим опытом работы для того, чтобы вы приобрели эти навыки, умения, которыми они могут поделиться и рассказать на примерах практического применения. Плюс к этому они должны обязательно обладать бизнес-образованием, уровнем бизнес-образования. Если мы видим о программе BEE, то это уровень программы BEE и квалификация диплом магистра бизнес-администрирования. Плюс к этому тьютеры изучают, так называемые, основы тьютерской деятельности в течение полугода и стажируются по программе. Плюс к этому, конечно, способности и личное желание. То есть наши тьютеры, как я начала говорить, для них тьютерская деятельность – это вторичная занятость, это, как вы видели из слайдов предыдущих, наши менеджеры, топ-менеджеры компании в Донецке, которые сегодня представлены, и далее расскажу о тьютерах преподавателя, которые из России, еще и из Украины у нас представлены, среди состава тьютерского. И признаваемые все в мире документы об окончании, то есть с документами, которые вы получите на выходе, которые подтвердят вашу квалификацию. Вы можете, если вы получите английские документы, уровень менеджера «Сейниев» взгляда – это диплом менеджменте открытого института Великобритании, или диплом MBA открытого института Великобритании, то, соответственно, эти документы признаваемы во всем мире. Если вы получаете на выходе квалификацию, подтвержденную дипломом Международного института менеджмента ЛИН, то, соответственно, с этими документами вы можете представлять себя на рынке труда в странах СНГ. Итак, содержание и курсы программы. То есть, и как я уже начала говорить, соответствии программы разработаны с требованием менеджера высшего звена, которые заложены в международных стандартах украинской компетентности. Это наше основное отличие от программ, которые представлены на рынке Украины. Итак, курсы программы. То есть, соответственно, как я говорила, первый курс менеджмент действий один год. Курс стратегии, это курс открытого института Великобритании, подтверждается документом английским на русском языке, его изучаете в Донецке. В Донецке есть у нас группа Краснодония, есть у нас группа Кривом Уродня. Ну, в принципе, я так понимаю, что те, кто собрался сегодня, удобно в Донецке обучаться. Курс стратегии Международного института менеджмента ЛИН, документ российского образца, соответственно, длительность 6 месяцев. Экономика практики менеджера 3 месяца. Это курс менеджмента ЛИН, то есть, это курсы стратегического блока. Курс по выбору 3 месяца. У нас представлено от 4 до 6 курсов. То есть, это матрики сложного окружения, управление знаниями, управление членскими ресурсами, стратегическое, соответственно, у нас с утилистами, другие курсы. То есть, в зависимости от этого, вот еще одна особенность, если вам нужна будет специализация, то есть, вы себя хотите позиционировать на рынке труда, как дальше, как финансовый директор, как директор по маркетингу, или директор по персоналу и так далее, то есть, в зависимости от выбранной, так называемой, квалификации, вы можете, закончивая эти курсы, те, которые представлены на выбор, и, соответственно, получить дополнительную запись в вашем дипломе ИМИ, что вы получили квалификацию именно по указанной функциональной, так называемой, принадлежности. То есть, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по управлению членскими ресурсами, или, как сейчас называется, еще HR бизнес-партнер. Такое понятие есть. И дипломным проектированием заканчивается. Соответственно, вся длительность занимает от 2 года, 2 лет, 3 месяцев. Зависит от того, какое у вас образование на входе здесь есть. Соответственно, от наличия квалификации менеджера, подтвержденной, или документом высшего учебного заведения, который включен в список, есть такой международный список, или перечень высшего учебного заведения, документы, которые признаются. Соответственно, если у вас есть квалификация менеджера, или экономиста, который тоже нужно будет подтвердить комиссией, то, соответственно, вы изучаете менеджерные действия, стратегии, экономика. Опять же, если есть экономика среди вашего перечня, назовем, дисциплин, которые вы изучали, и есть документ, который вам звучит, что вы экономист, то, соответственно, экономика может быть зачнена. От этого тоже зависит длительность обучения, как вы видите. То есть от 2 лет, 2 лет, 6 месяцев длительность обучения с учетом всех этих курсов. Заканчивается защитой дипломного проекта в Москве перед государственной администрационной комиссией. Соответственно, защита, суть ее, как я уже показывала, это анализ, элитический анализ стратегии, которая есть, и разработка, реализация стратегии новой, для компании. Итак, блоки курса. Это блоки курса менеджерных действий, которые состоят из 6 блоков. Вы видите, основные направления, это закрытие функциональных направлений по так называемым управленческим аспектам деятельности. Управление людьми, управление финансами, маркетинг, управление операциями, управление проектами и изменениями. Из этого состоит курс менеджерных действий. Повторяю, английский документ на выходе, программа или курс на русском языке. Курсы стратегического блока подтверждаются курсами Международного института менеджерных действий по каждому курсу, и в целом программа ЭБИ подтверждается, если вы на русском языке заканчиваете дипломом магистра бизнес-администрирования. Требования, которые необходимо выполнить для получения выходных документов. То есть, реальная задача так называемых письменных заданий, которые оцениваются по уровню знаний, практике применения, соответственно, решения задач и плана действий, по которым оцениваются так называемые управленческие ваши навыки. Обязательно посещение выездных и последних школ, чуть позже я скажу, в чем их суть, и получение положительной оценки за письменные задания и проекты. которые вы выполняете, и получение положительной оценки на экзамене. То есть, экзаменом заканчивается выходным экзаменом курс менеджмента менеджмента действий открытой в Великобритании, экзаменом заканчивается стратегия Международного института менеджмента Линк России, и защитой дипломного проекта заканчивается так называемый курс дипломного проектирования. Особенности наши, о которых я хотела бы сказать, которые заложены так называемой системой обучения проблемной темы подход. Как вы видите, он состоит из определения проблемы, анализа проблемы, вывода главных причин от проблем, варианты решений и план действий. То есть, результатом применения этого подхода является план действий по решению проблемы. Вот сегодня как раз на учебной ситуации, которую мы вам представили, соответственно, вы по этим этапам будете проходить, и, соответственно, результатом будет являться ваш план действий по решению проблемы. Формы и технологии обучения это тоже особенность непосредственно нашей программы. Она состоит из так называемых взаимодополняющих учебных мероприятий. В чем их суть? То есть, вы получаете сначала учебные материалы, вот учебные материалы, образцы представлены у вас здесь, да, можете подойти, посмотреть, познакомиться, просто чтобы не положили на столы, чтобы не мешать вам работать сегодня. Результатом является знание, которое вы получаете, потом вам открывается так называемая интернет-площадка, на которой вы работаете в составе группы, в которой обучаетесь, и, соответственно, на русском языке групп студентов по странам СНГ. Если на английском владеете хорошо, то, в принципе, можно по этим же логинам и паролям ходить на площадку общения непосредственно студентов во всех странах, в 44 странах, в которых представлены непосредственно эти программы. Итак, потом у нас далее идут критериалы очной встречи раз в месяц в один из выходных дней, длительность до 7 часов. Соответственно, здесь же по ходу группа взаимопомощи, которую вы сами организовываете, исходя из работы на интернет-площадке плюс личное еще общение, которым, опять, как всегда сопровождается непосредственно обучающий процесс. Соответственно, выездная школа, письменные задания, теме и аббревиатура и заканчивается экзаменом, что является результатом каждой из технологий. То есть вы получаете знания и концепции по учебным материалам, вы изучаете согласно графику, который вам предоставляется. Параллельно открывается вам интернет-конференция дополнительное знание коллег, тьютеров, которые сопровождают, моделируют эту работу на интернет-площадке. Мы можем показать вам образец потом по ходу нашего мастер-класса или презентации практик, как мы его называли. Соответственно, очные тьютериалы были, как можно по сегодняшним понять наиболее аббревиатуре, в навыковые тренинги. Почему навыковые? Потому что 90% идет на отработку непосредственно навыков. Отличие от высших учебных заведений или от тренингов, на которых дается время на получение знаний, соответственно, вы уже со знанием приходите и вы отрабатываете просто навыки. В чем здесь колесо особенности или преимущества для вас? То есть, большее количество навыков вы привлекаете за то время, которое вы присутствите научных занятий или научных встречах. Соответственно, потом с этими навыками в научивных ситуациях вы приходите к применению и отработке навыков по применению отдельной концепции решения бизнес-задач в собственной деятельности по письменным заданиям. Письменные задания тоже образцы здесь представлены. Соответственно, в чем и суть? Это доклад, это письменная продажа вашего правительственного решения. То есть, вы учитесь продавать обоснованное правительственное решение и продавать или персоналу, которым вы управляете, и что же должны купить ваше решение, да, то есть, соответственно, грубо говоря, или высшестоящему руководителю, или акционеру, или собственнику компании, или тому же инвестору, которого вы привлекаете. Таким образом, вы получаете навыки письменной подготовки ваших управительских решений, ваших приложений на своей собственной деятельности. Еще технология воскресной школы, о которой я говорила, результатом является интеграция изученных всех инструментов за полгода или за год, потому что по курсу мы нажимаем кейси годовая, так называемая воскресная школа итоговая, курс устратили, она тоже итоговая, но раз в полгода по школу, годовой курс. Здесь вы приобретаете на большом кейсе учебном в течение 16 часов работы, начиная со второй половины пятницы, заканчивая второй половиной воскресенья, приобретаете, опять же, навыки, решение, применение инструментов, которые вы изучили за полгода или за год, и навыки решения бизнес-задач по учебному кейсу. Заканчивается, как я жрела, экзаменом, на экзамен состоит из, так называемых, опять же, учебных кейсов, больших, которые построены на реальных бизнес-ситуациях реальных компаний, соответственно, вы должны будете письменно, собственноручно подготовить, так называемый, вариант решения с обоснованием и так далее, но на учебном кейсе. Оценивается по критериям, то есть, понимание проблемы, потому что это самый главный или самый главный вопрос в управленческом решении, что не так, да, то есть, выявить так называемую область, так называемое приложение наших управленческих действий, почему вы должны будете обосновать, то есть, соответственно, с применением тех концепций, которые вы изучили, и что делать, показать план действий. Таким образом, вы отрабатываете еще при подготовке к экзамену и оценивается это по навыкам решения бизнес-задач по учебной бизнес-ситуации. И на выходе, как я уже говорила, знания, навыки умения научивных ситуаций, применение знаний решения бизнес-задач, навыки умения на собственную деятельность, применение знаний решения бизнес-задач. Вы можете через полтора месяца сначала обучение при выполнении первой письменной работы уже разработать план действий по улучшению вашей подконтрольной области. Соответственно, вы можете улучшить, если примените, а этого требует и курс еще менеджмент действий, то есть, непосредственно применить те планы и реализовать те планы, которые заложили вы при выполнении письменных работ. И подготовить отчет о реализации, о тех улучшениях, которые вы достигли за счет использования в работе инструментов, и в план действий, которые вы заложили. Итак, вы получаете так называемую управленческую компетентность, которая тоже заложена в этих стандартах. То есть, что такое эффективный управленец? То есть, управленец, который понимает проблему, то есть, может выявить по закону Парета наиболее значимую проблему, которую нужно решить и которая даст наибольшие результаты при внедрении. Знание теоретической концепции, то есть, инструментов современных инструментов управления, которые тоже позволяют, как говорится, вам, применяя их, добиться лучших результатов. Умение применить непосредственно к этой концепции, умение предлагать решение, основываясь на предыдущих, так называемых, проведенном анализе, и умение логично, убедительно изложить свои мысли. то есть, соответственно, эти вот компетенции вы отрабатываете, как я уже говорила, на очных встречах, это устной, с учетом устной презентации, и на письменных работах, это письменная презентация этих ваших умений и навыков. Кто у нас же тьютеры, подруга, у кого проходят тюториалы, интернет-конференции, соответственно, в воскресные школы, кто проверяет письменные работы, отдельные письменные работы проверяются тьютерами, оцениваются, а отдельные работы проверяются непосредственно в России, переводятся на английский язык, и точно так же экзамен, экзаменационное задание выполненное, и отправляются в Англию для утверждения, потому что результаты утверждаются в Англии. Три раза в году заседает комиссия по утверждению результата обучения. Исходя из так называемой статистики, у нас бывают случаи сдачи или получения документов на выходе с учетом выполнения этих требований, о которых я говорила, то есть положительная оценка за письменную работу, посещение воскресной школы и сдача экзамена. Бывают результаты от 85% с данных утвержденной в полученной квалификации подтвержденных документов до 95%. Все зависит от состава РОПы и, соответственно, усилий, которые прилагаются для выхода из этой программы и получения подтверждения квалификации выходных документов. Какие усилия требуются? То есть, если вы готовы выделить не более одного часа в день или за неделю 6-7 часов, то есть вы идете по графику, которую вы обеспечите по изучению курсов, и, соответственно, вы успешно изучаете эти предметы, эти программы, и, соответственно, успешно подходите к сдаче экзамена и, конечно, успешно сдаете экзамен. То есть, соответственно, системность, системность и, так называемое, управление временем, личным временем. Это является залогом успеха. Итак, преподаватели. Преподаватели, практикующие, то есть тьютеры, это консультант по обучению, гид, помощник, организатор учебного процесса. Соответственно, кто является вашим гидом по учебному процессу. Это консультанты, менеджеры России, украины, с управленческим опытом от 10 до 20 лет, с управленческой квалификацией, подтвержденной по окончанию программ по бизнес-образованию, минимум диплом менеджмента открытого института Великобритании и диплом MBA открытого института Великобритании и диплом MBA Международного института менеджмента Лин. То есть, квалификация тьютера это квалификация менеджера высшего звена, подтвержденная этими документами или менеджера среднего звена, как минимум. Квалификация тьютера подтвержденная диплом тьютера открытого института Великобритании. Роль тьютера, то есть, что входит в его обязанности. То есть, проводят очные титериалы согласно программе, которая заранее с вами согласовывается. Это образование для взрослых, вы активно можете участвовать в формировании программы, то есть, объявление этих инструментов, по которым вы хотите отработать навыки. По сути дела, ваша сегодняшняя встреча это аналог того же титериала. Сейчас. Единственное, в чем отличие? В том, что мы сейчас, в связи с тем, что вы не знаете инструменты, на которых мы будем строить решение проблемы по учебному кейсу, мы вам будем давать вводную информацию. Приходя на очную встречу, то есть, на титериал, вы уже приходите подготовленные. В этом суть очной встречи, отработка навыков решения применения инструментов и решения бизнес-проблем по учебным кейсам. Или по вашим кейсам, которые вы хотели бы или дали к рассмотрению группой и приняли решение в группе. То есть, сопровождается интернет-конференция тьютера, ведется форум заданий по курсу, потому что параллельно выполняете вы еще по ходу на интернет-площадке. Есть еще, так называемая, дополнительная система отработки навыков и умений. Есть курс заданий, которые вы по ходу в течение месяца выполняете. Итак, в течение месяца вы изучаете учебный материал, вы задаете вопросы, обсуждаете непосредственно на интернет-площадке возникшие какие-то ситуации. Вы выполняете параллельно практические задания. Соответственно, эти задания выставляются на интернет-площадку. Есть возможность, опять же, обращения опытов и выяснения вопросов, которые у вас возникли. И потом с этими отдельными навыками знаний приходите на очные встречи, отрабатывая коллегиально и принимая украинские решения по учебным бизнес-кейсам. Как я уже говорила, письменное задание и дается обратная связь по активным письменным заданиям тюдером, дается оценка и присоединение детально обратной связи на тюдериалах, то есть на очных встречах, проводится интернет-консультирование и информирование студентов по вопросам обучения по ходу изучения программы и оперативная помощь по готовке обязательных заданий. То есть это вот в этом роль непосредственно тюдера. Итак, экзамен у нас оторван от учебного процесса, оторван какой части, то есть вы проводите, проводится экзамен здесь или в более большой аудитории, если большая группа собирается, соответственно проверяется правильное соблюдение или соблюдение требований по проведению экзамена открытого в EU экзаменатором, который не связан с учебным процессом и соответственно проверка работ выполненных по экзаменационным заданиям тоже проводится непосредственно отдельным человеком, которые не знают вас, видят только вашу так называемую пароль, так называемую, или ваш код. И таким образом обеспечивается качество результата обучения, о которых я ранее говорила. Итак, среди наших тьютеров, директор по развитию из Москвы, России, Михаил Аминков, управляющий партнер Кассантинового бюро из Киева, Украины, Наталья Корнеюк, директор департамента по работе с регионом Международного института менеджмента России Сазонов Александр, Крошин Сергея, региональный консультант по системному развитию бизнеса Рязани, Россия, Владимир Мокшин, директор компании из Вильнюса, Литва, Ушакова Надежда, финансовый директор, она же тьютер курса менеджмента действий из Тула, Россия. Это кроме тьютеров, которые сегодня являются ведущими нашей встречи. Итак, в чем наши преимущества, если подводить итог по нашему мнению? То есть мы предоставляем программу MBA, бизнес-школ, работающих на рынке бизнес-образования, открытую институту Великобритании в 44 странах мира более 44 лет, Международный институт менеджменты России в 11 странах СНГ 21 год, занимающих первые позиции в рейтингах, разработанное в соответствии с требованиями к уровню знаний и навыков менеджера ведущих мировых компаний, успешное окончание которых подтверждается документами, признаваемыми во всем мире или странах СНГ. Какую выводу вы в этом случае получаете? То есть вы получаете квалификацию в соответствующей требовании по подбору кадров международных и ведущих украинских компаний, вы получаете образование, качество которого работодатели высоко оценивают в мире и странах СНГ, у вас есть возможность учиться, работая и зарабатывая, то есть это специальная форма обучения для работающих менеджеров. Вы обучаетесь в любви с преподавателями дополнительно дома, удобное для вас время. Вы обеспечиваете эффективность таким образом в обучении. Почему вот эти основные моменты представлены здесь? Первый момент, повторяю, не все программы бизнес-школ разработаны в соответствии с требованиями. О чем это говорит? О том, что квалификация ваша не соответствует требованиям. Соответственно, если вы устраиваетесь в международной компании, то вы не можете успешно себя продать. Или не достигаете тех успехов в бизнесе, на которые вы рассчитываете. Если говорить еще об аккредитации программы, то есть я говорила, что основной аккредитующей организацией программы МБИ является международная организация АМБА. Этой организацией в Украине подтверждено качество программы МБИ только трех так называемых бизнес-школ. Это Международный институт бизнеса в Киеве, канадская программа, Эдинбургская бизнес-школа, соответственно, Англии и Открытый университет Великобритании и Международный институтом менеджмента Линк в России, который мы представляем. То есть это говорит о качестве программы и соответственно о соответствии с требованиями по найму и подбору. И, соответственно, значимость документа, которым подтверждается ваша квалификация. Теперь по поводу удобного времени. То есть, как я уже говорила, вы работаете в удобное для вас время, работаете, изучая материал, работая на интернет-площадке, которая доступна все 24 часа. Вы выполняете задание, опять же, в удобное для вас время, не привязанное непосредственно к тому графику, допустим, очных встреч, к которым мы привыкли в высших учебных заведениях, или которые представлены, допустим, в Киеве, Киево-Мирианская бизнес-школа, Международный институт бизнеса, у них называется модульная система. То есть, соответственно, это начиная с четверга и заканчивая воскресеньем. Раз в месяц вы должны будете выезжать в Киев. Ну, то, что мы обладаем этой информацией. То есть наша система или форма обучения является наиболее современной. Почему? Потому что сегодня самый главный ресурс в это время у наших менеджеров. То есть его всегда не хватает. Тем более, возможность оторваться от бизнеса или от работы тоже бывает иногда проблематично. Соответственно, это вот так называемые риски, и эти минусы вы, этих минусов вы уходите при обучении у нас. Ну, и, соответственно, форма обучения, вот это с добавлением интернет-составляющей, сегодня с этой формой обучения переходят все ведущие бизнес-школы. Лондонская бизнес-школа и так далее. Другие бизнес-школы, которые существуют и занимают первые позиции в мире по очной форме обучения. Я уже сказала, почему. Сегодня главный ресурс в это время и удобство для обучающихся. Таким образом, вы обеспечиваете эффективность института. Опять же, в обосновании этого скажу, что вы, во-первых, у вас обученные выгоды нет за рабочее время, вы не тратите командировочный проезд, проживание и так далее, если вы выбираете эту форму обучения. Вы, соответственно, сокращаете ваши затраты на само обучение за счет очных встреч, потому что это очные встречи, это удорожание тяги за собой, ну и, соответственно, опять же, удобство, которое предлагается этой формой обучения. Для собственника бизнеса, то есть, что могут быть или какие результаты могут быть и выгоды получены, то есть, повышение эффективности управления бизнесом и, соответственно, обеспечения конкурентного преимущества бизнеса и поднять привлекательность бизнеса для инвесторов и акционеров. Так, есть ли у вас вопрос по этой части? Нет, да? Вы нас просто загрузили информацию, мы должны обдумать. Обдумать, хорошо. Тогда будем думать, да, пожалуйста. Один вопрос. Выездные обучающие семинары, что это такое? Воскресная школа у нас называется, нет? То есть, это, так, длительность, да, 16 часов, да, начиная со второй половины пятницы, заканчивая второй половиной с весенней. Выезжаем мы за пределы Донецка. Последние три года мы работаем по этим мероприятиям с отелем, с черевелочным отелем «Гудзум» у Днепропетровска. В этом и суть. То есть, вы уезжаете, полностью отвлекаетесь от рабочего процесса и, соответственно, полностью поружаетесь в учебный процесс. Почему поружаетесь? Потому что вы работаете в пятницу со второй половины до 22.00. В субботу вы работаете с 9 часов до 20.00. И, соответственно, в воскресенье вы работаете с 9 утра и до 13.00. Вот в этом суть учебного процесса и, соответственно, формы. А в годичность какая? Раз в полгода. То есть, такая воскресная школа. Стоимость, которую мы вам предлагаем, она включает вот эти все затраты, о которых я говорила. И, соответственно, проживание, питание и так далее тоже включено уже. А что такое Киев, как говорится в медсестрах? В Киеве это другие бизнес-школы, как я о которых говорила. Киевская бизнес-школа, Киевский институт бизнеса, Киевский институт менеджмента. То есть, у них модульная система обучения. В основном она удобная для киевлян. То есть, те, которые не выезжают, это раз. И те, которые могут оторваться. Больше туда собственники идут обучаться. Потому что, собственно, более, как это, свободен, да? Все-таки в распоряжении своим временем. Ответила на ваш вопрос. То есть, это такая система. Есть ли еще вопросы? А по времени обучения здесь, в субботу, в воскресенье, вообще собираются люди? Что значит собираются? Имеется в виду, в группы собираются когда? Как случаются? Раз в месяц. Раз в месяц. В один из выходных дней. Это суббота или воскресенье. В основном стараются в субботу. Но, бывает так, что, если количество большое, воскресенье. И, соответственно, если праздники не мешают, да? Потому что, учитывая ваше тоже желание отдохнуть. Поэтому, это длительность 7 часов, результатом, повторяю, является это навыки применения или навыки решения проблем на учебный бизнес-кейсах. То есть, повторяю, вас здесь не будут, не будут вам рассказывать, давать здания, да? Научная встреча. Все 90% посвящено отработке навыков. А существуют какие-то отличия в классе школы от первого деятельства? Отличия в чем? Первое. Ну, по каким критериям, да? Если мы говорим, по содержанию программы. По содержанию программы не соответствуют требованиям международных стандартов правительской компетентности. Потому что там создана программа по, так называемому, ну, видению требований рынка, наверное, сегодня. По опыту преподавателей и так далее. То есть, она не соответствует этим требованиям, да? Соответственно, и второе. Если мы говорим о документе, который подтверждает квалификацию. И о качестве программы. Качество программы не подтверждено. Международная кредитующая организация АМБА. И документ не является международным, да? Не везем в мире. Ну, как в нашем высшем учебном заведении, да? Еще один момент, это форма и технология обучения. То есть, у них больше почной части, у них это дороже. Поэтому из-за этого получается. Так, модульная система, о которой я говорила. Со второй половины, с четверга по пятницу, по воскресенье раз в месяц. Вот этим отличается. Соответственно, стоимость дороже. Скажите, а АМБА это единственная кредитующая организация? Программа ВИИ? Да. Есть еще международные, европейские и так далее. Вот, кстати, программа открытого института Великобритании имеет три аккредитации международных и кредитующих организаций. Но основная это АМБА, ассоциация программы ВИИ. Если вы понимаете, какие организации, они все арноцепны. АМБА, ВИИ, еще несколько организаций, которые существуют. Ну, самое главное, это АМБА. Все-таки АМБА это главный. Да. А кто определяет главенство? Признана в мире, соответственно, те члены комиссии, которым делегировано это право подтверждать непосредственно о качестве программы. Соответственно, Киево-Могилянская академия, да, школы бизнес-школы, она подтверждена другой институтой организации. Есть одна европейская, да, они имеют, но я же говорю. То есть документ, который на выходе и, соответственно, в соответствии с требованиями международной академической организации АМБА, он не является признан в мире. То есть АМБА не признан в мире, а другая организация согласна? Ну, есть комиссия, но эти документы непризнаваемы. Еще момент. А школа не сотрудничает? Вот, например, на начале показывали красивый слайд, где работают выпускники. Очень-очень известная крупная компания-корпорация. Так вот, школа не сотрудничает, то есть она потом после обучения не рекомендует выпускников данной организации? Это не основной вид деятельности, но бывает иногда, когда к нам обращаются, мы из багажанков, из нашей базы можем порекомендовать, то есть свести работодателя и наемного менеджера, да, или собственника. То есть организации к нам обращаются? Иногда обращаются. То есть это не наша основная специальность вопроса, вот, то есть дополнительного слова. Можно еще один вопрос. В заговоре на выходе мы, есть возможность получить два варианта, либо у нас обшелый день российский, который котируется на самом деле, в частности, в проекте и международного образца. А в чем нюанс? Это формат обучения, либо язык обучения? В чем отличается? Ну, либо может быть и два, либо надо выбрать какие-то другие курсы? Ну, я так думаю, что желательно выбрать один из них. Почему? Потому что все-таки немного отличаются курсы, которые идут англичан, там чуть-чуть, буквально это раз. Форма обучения и непосредственно под руководством кого отличается, то есть, соответственно, театры, английские театры будут, да, и, соответственно, сама программа, которая, ну, владельцем которой являются или открытый университет Великобритании, да, или Международный институт на нашу митаринку, да, по которому есть рецензия и так далее. Это, получается, надо ездить в Москву, да? Да, для обучения нужно было ехать в Москву. Почему? Потому что, как вы видели, 150 сегодня студентов Кузнякова, только двое у нас поехали в Москву. И, соответственно, получат диплом. Если закончат успешно, к сожалению, пока информация не в успешном решении задачи. Почему? Потому что довольно требование языка, здесь вот представлен материалом, нужно посмотреть, какое требование бизнес-языка должно быть. Это нужно говорить, писать и, соответственно, отвечать на английском языке. Нужно сертификатом подтвержденный язык? Читать на английском языке, да? Уровень знания языка должен быть подтвержденным сертификатом? Ты думаешь, что правда? Нет, то есть он не обязателен. Но, соответственно, вы понимаете риск принятия вами решения, да? То есть они не ставят решения? Не ставят. А в плотностях они отличаются? Отличаются. То есть так называемый стратегический блок, он будет почти в 2,5 раза, 3 раза дороже, чем у нас. Вы понимаете, почему? Потому что Москва, соответственно, тьютор английский, да? Соответственно, ставки Англии, это раз. Второе, у вас, естественно, школа в одной из стран Европы, соответственно, понимаете, обучение, проживание, аренда и так далее. Ну, плюс дополнительные ваши затраты на проезд проживания, да? Ну, даже учебный процесс, он, если действует информацией, которую мы обладаем, почти в 3 раза дороже. Еще один вопрос. Диплом, который дает ЛИНК, да, он в соответствии с тематом МБИ, правильно я понимаю, да? Подтвержденный, ассоциацией, но вы думаете, что он включен в сколько странах СНК? Да, потому что Международный институт, ММН, соответственно, это бизнес-школа или учебное заведение России, понимаете? Для того, чтобы себя продавать с этим документом в Западной Европе, допустим, или в компаниях, то есть он непризнаваемый. То есть именно в отличие, если именно в программах выучили? Программы, документы, соответственно, возможности этих документов, признаваемость этих документов, да? А программа международная, которую ЛИНК предоставляет, насколько она отличается? Не кроме языка, конечно. Вы знаете, ну экономика добавлена здесь, да, это все это требования Министерства образования и, соответственно, России. Экономика добавлена, которая нет в английской программе. А так, в принципе, почти все эти курсы совпадают. То есть курс Коумбор, который я назвала, да, подготовка исполненного проекта и стратегия. То есть разница в туркале английском языке? Английский язык и так называемое, ну, владение, да, документов в бизнес-школу. Потому что какая документа, каким документом, какой бизнес-школу будет подтверждена ваша квалификация. В этом только разница была. В основном. Валентина, на каком этапе принимается решение учиться на русском? Это на втором этапе. То есть первый этап у вас, как я говорила, это курс менеджмент действий, открытый в Северном Великобритании, английский курс на русском языке. По выходу вы получаете английский документ. Вот, оказывается, снижим, в принципе, это вот первый курс. Английский курс на русском языке, а английский документ на выходе. А уже второй курс и второго блока, да, или второго курса, так называемого, то, соответственно, там уже нужно вам принять решение. Или на английском, или на русском языке. Еще вопрос. Я узнавал, что в России этот диплом не является государственным образцом, да, непосредственно, а выдается дополнительное какое-то свидетельство о том, что прошел переквалификацию. Это помыслное диплом о повышении квалификации. То есть это уже будет государственного образца Российской Федерации. Да. Потому что дополнительное качество документа подтверждается еще английским документом международной предыдущей организации АМБО, в котором представлены пенчин тех программ, в каких бизнес-школах аккредитованы непосредственно международные предыдущие организации. То есть это дополнительное, так называемое, комплиентное преимущество ваше, для подтверждения своей квалификации. То есть вы закончили программу, в качестве которой подтверждено в Международной предыдущей организации АМБО. Уважаемый Макарей, есть ли еще вопросы или продолжим? Продолжим, да? Спасибо. Итак, переходим к цели нашей встречи. То есть сегодня мы хотим вас на так называемой презентации практики познакомить с отдельными инструментами, на которых строится программа. То есть инструменты курса менеджмент-вести, инструменты стратегии и отдельных курсов. Мы сможем, постараемся у вас убери практичности программы. То есть, соответственно, вы сегодня реальные украинские решения примите, которые можете потом использовать непосредственно в вашей деятельности. Мы сегодня с вами познакомим, вас познакомим, как я уже говорила, с одной из технологий обучения. Это театриал или очное занятие. И отличие их будет в том, что вы сегодня не подготовлены студенты, и мы у вас будем время уделять на подготовку, то есть давать знания по инструментам управления. Соответственно, мы вас познакомим с правильным натервенным подходом обучения сегодня. И, соответственно, вы сможете оценить, чем преимущество тьютеров над чистым теоретическим преподавателем. То есть это практики, как я уже говорила, которые имеют практический опыт управленческой деятельности. Ну и, соответственно, мы постараемся вам показать, чем программа может быть вам полезна для достижения ваших целей. У нас сегодня наша встреча состоит из четырех семинаров. Первый семинар посвящен стратегическому анализу и маркетинговым следованием. Будет этот семинар проводить Анна Старокожева. Второй семинар посвящен стратегическому выбору. Этот семинар будет проводить Елена Кровец. И финансовую оценку стратегических решений. С финансовой оценкой познакомлю вас, я, по этому семинару. И четвертый семинар посвящен реализации стратегических решений управления людьми, процесс изменений. С этим семинаром познакомит вас Оксана Агаркова. Как мы будем работать, как я уже говорила, то есть презентация тьютера 20% где-то, работа в группах с линией инструмента управления и решения проблем 60%, дискуссия, обсуждение, обратная связь 20%. Устраивает ли вас такая форма работы? Работаем активно, да? То есть не пассивно. Так, есть ли у вас вопросы по этой части? Нет, да? То есть тогда приступаем. Анна продолжает. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Меня зовут Старостушева Анна. Я в настоящее время с инфицированным тьютером Африка Университета Великобритании по курсу 628-629. Если в целом говорить, то это 625 курс управления. В данном случае буду вести в блочине семинар по теме управления навыками. Мы можем знакомиться, да? Перед тем, как перейти к самому семинару, хотелось бы с вами познакомиться. В рекламе есть такое понятие 30-ти секундный ролик. Этого достаточно для того, чтобы ярко, кратко и достаточно понятно для слушателя представить себя. Поэтому я вам предлагаю сейчас делать о себе 30-ти секундный ролик, поскольку времени у нас ограничено, вас достаточно много. Для того, чтобы иметь основу или базу для 30-ти секундного ролика, вот как вас зовут, представьтесь, пожалуйста, где, кем вы работаете. Ну, один интересный факт из жизни, например, я самый лучший руководитель своей организации, я самый сильный, главный бухгалтер и так далее. Или я, может быть, самый целеустремленный человек. Ваше ожидание презентации практикума, то есть очень кратко, и ваше опасение по поводу презентации практикума. Можем перейти к знакомству? Замечательно. Ну, давайте решать, с кого мы начнем, кто будет первым со своим 30-ти секундным роликом. Ирина, наверное, да? Пожалуйста, Ирина. Я тоже так подумала. Меня зовут Ирина, я работаю в банке. Ну, я, наверное, не так кажется, сама лучшая мама в жизни. Замечательно. Что жду от презентации? Я не знаю. Я просто пришла посмотреть и сделать для себя выводы, нужно ли мне это или нет. Ну, а на остальные вопросы я думаю, позже отвечу. Реклама, спасибо большое, Ирина. Пожалуйста, Евгений. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Работаю в автобизнесе, руковожу проектом автомобильным уже более 8 лет. Ожидание от презентации, наверное, действительно познакомиться. Что это за бизнес-школа, какие моменты, инструменты, какие общие вводные данные нам доступны. Какие-то опасения, ну, я думаю, сегодня мы точно не сможем увидеть или прочувствовать. Ну, в любом случае, хотя бы общий тренд, понять, что так можно себе в общую модель представить. Нужно ли это действительно, и если да, то в каком направлении, по крайней мере, нам нужно. Хорошо. Спасибо. А какой вы самый? Самый-самый в какой сфере? Любой, в какой вы видите. Ну, наверное, самый добрый в своей... Спасибо большое, Евгений. Мы будем дать поблагодарить. Евгений, пожалуйста, Андрей. Меня зовут Андрей, да, я работаю руководителем одной небольшой компании «Регион-Миня». От фактов очень много, на самом деле, в жизни интересных. Могу сказать, что считаю себя успешным, адекватным, здравым, справедливым руководителем. Мои ожидания, конечно же, в первую очередь, принять решение. Стоит ли? Нужно ли это мне или нет? Ну, и опасений. Опасений пока не вижу. Спасибо, Евгений. Здравствуйте, меня зовут Услава. Я работаю в международном бизнесе, руковожу инвестиционными проектами международной компании. Один из интереснейших фактов. Недавно закончил еще крупный инвестиционный проект по расширению производства. Ожидание от презентации. Посмотреть некоторые инструменты уже знакомы, под коллег, которые у вас учатся. Хочется посмотреть какие-то вводные данные, насколько это необходимо мне. Опасения, ну, тоже их пока нет. Спасибо. Меня зовут Наталья, работаю в инвестиционной компании. Ну, такого что-нибудь интересного я саму лучше продавить. А презентация мне, я хочу понять, надо мне это, не надо. И если надо, то в каком формате. А опасений нет, собственно говоря, чем бояться. Спасибо. Меня зовут Женя, я работаю региональным менеджером по Востоку крупной американской философизической компании, представительстве в Украине. Я очень положительный человек. Ожидание от практики, принять решение к обучению либо с этого года, либо позже. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Богдан, я работаю тоже в сфере образования. И я самый, наверное, дружелюбный человек, скажем так. Ожидание от презентации я хочу получить новое знание, отличающееся от тех, которые я имею на данный момент. Мы сравнить и понять, в каком направлении дальше мы двигаться. Ну, а опасений пока что никаких. Я пока доволен, но разве что, может быть, проголодаюсь за шесть часов. Наноси не решаем. Спасибо. Меня зовут Ивана. Я из сферы частного санкологического бизнеса, факты жизни. Я, наверное, самый разносторонний человек, которого я когда-либо встречала. И ожидание от презентации, насколько вообще программы МБИ могут мне быть полезны в моей сфере. И это сильно доформируется. Спасибо. Меня зовут Константин, я работаю в машиностроительном бизнесе. Ну, я целеустремленный человек, ожидания позитивные, поводов как бы пока не пить. Спасибо. Меня зовут Иван. Работаю я в сфере торговли. Самый крупной оператор по сенопозрачным награждающим конструкциям Украины. За последнее время я, если занимал первое место в ГТБ по всей Украине, ожидают презентации, увидеть структуру, непосредственно обучение. Ну, почти не пока нет. Я работаю в банке, руководителем направления, управления потоком денежных средств. Могу сказать, что, может быть, я сам и требователь, руководитель. Ожидая презентации, понять, какие навыки, способности могу получить, воспользоваться с вашей программой. Ну, а по поводу опросений, не спортилась бы погода. Я работаю в сфере логистики. Интересный факт из жизни оптимист, неизгибаемая, не сдаваемая. Ожидание презентации, нужно мне или нет. Опасения, потерянное время, как вы уже сказали, одно из самых важных факторов. Спасибо. Меня зовут Юрий, я работаю в транспортизационной компании. Перечень интересных фактов, заметно, раздававшим 30 секунд. Пока не будем это озвучивать. Ожидание, конечно же, для всех, это принять решение сегодня. Очень бы как-то опросения. Ну, по опросениям, потом спросить, там, скажем, когда информация вляжется. В принципе, все. Спасибо. Спасибо большое. Замечательно. Очень приятно узнать у вас дополнительную информацию, поскольку работает нам сегодня информация с единой командой. По большому счету, у меня большая просьба, учитывая, что сегодня в 23 и поучаствуйте в трех, по сути дела, в моделях туториалов наших, первая просьба, и работать вам нужно будет вместе. Если бэджи у вас есть с собой, оденьтесь, пожалуйста, поскольку вам нужно будет с другом достаточно тесно общаться в ходе работы. Ну, а теперь, собственно, мы можем переходить к работе. Я хотела бы несколько определить регламент. Каждая наша небольшая модель туториала состоит из двух частей, как уже говорила Валентина Владимировна. Это теоретическая часть, модная часть того материала, с которым вы будете работать, и практическая часть. Регламент каждого блока один час. Может быть, плюс-минус 10 минут. Скорее всего, плюс 10 минут. И сегодня вы будете не только слышать информацию о том, что мы с вами рассматриваем, но и практически работать с учебным кейсом. Так строится работа, в принципе, в нашей бизнес-школе, и так строится работа на курсах открытого университета Великобритании. Практика, естественно, занимает больший объем работы, поэтому предлагаю вам быть внимательнее в своем подходе и, в первую очередь, к теории, которую я сейчас вам дам. Я хотела бы сказать несколько слов в целом о курсе, о самом. Наверняка, любая организация, в которой вы работаете на различных должностях и позициях, имеет, и вы прекрасно это знаете, как руководители, как менеджеры, имеет несколько аспектов деятельности. И эти аспекты деятельности связаны с управлением персоналом, вернее, с управлением операциями, то есть сама организация, организационная структура, операционная деятельность, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, потому что ни одной операции без людей осуществить невозможно, да, ни одну любую самую замечательную бизнес-идею реализовала тоже. Маркетинг – это место организации на рынке, и, собственно, ее деятельность, и непосредственно не только продажи, но и вообще взаимодействие с потребителями на том рынке, в той отрасли, в которой функционируют организации. И финансы. Вот четыре аспекта деятельности, они взаимосвязаны с собой, достаточно годно. И сегодня мы как раз начнем со стратегического маркетингового анализа. Я хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Подумайте, пожалуйста, сейчас и скажите мне, насколько вы задумываетесь в своей организации о том окружении, в котором она находится? И что это дает вам? Можете, вот кто выскажет мнение? В процессе работы, насколько вы задумываетесь, что окружает организацию, кто? Нет-нет-нет, не в процентах, а само окружение, где находится, в какой отрасли, каковы конкуренты, да, что еще важно для любого руководителя в организации, в целом для любой организации для анализа окружения. Кто важен, что важно, кого анализируем, над чем думаем? Конкуренты, потребители, технологии, которые используются на внешнем рынке и так далее. Да, действительно, говоря об окружении организации, мы сразу же касаемся от трех уровней окружения. Это, в первую очередь, внутреннее окружение, которое является внутренним, то есть находится внутри организации. Ближнее окружение и дальнее окружение, здесь не совсем просматривается, но я этот круг сейчас изображен. Концепция трехуровневого окружения организации, она стандартная. Всех нас однозначно окружает дальнее окружение, в котором мы находимся. И по большому счету дальнее окружение анализируется с помощью той концепции и концептуального подхода, который принят во всем мире для анализа внешнего окружения. Это анализ тип-факторов, то есть внешних факторов влияния. Как правило, организация принимает данное окружение, она, скорее всего, любая организация не может влиять на это окружение. Ближнее окружение – это наиболее близкий круг, от которого напрямую зависит деятельность организации. Чаще всего это концепция пять сил фортера, и она активно используется для проведения анализа окружения организации. Это анализ конкурентов, анализ потребителей, анализ поставщиков, анализ новых продуктов и анализ товарозаменителей, которые могут непосредственно влиять на деятельность вашей организации. И, конечно же, внутреннее окружение, которое обязательно предполагает анализ, поскольку если мы не можем влиять на дальнее окружение, если мы можем учитывать и использовать различные возможности ближнего окружения, то без качественного анализа того, что происходит внутри, и взаимодействия внутри организации, мы не можем двигать организацию дальше. Согласны со мной? Поэтому здесь чаще всего используется такая концепция, как цепочка ценностей того же Майкла Портера. Это основная ключевая концепция, которая используется для анализа внутреннего окружения организации в наших курсах Открытого университета Великобритании. Давайте немного подробнее подойдем к каждому элементу анализа и к тем ключевым моделям, концепциям, которые способствуют качественному анализу окружения. Итак, основные определения цели стип-факторов. Первое. С. Это социальные факторы, то есть та социальная среда, которая окружает организацию. Технологические факторы. Это те технологии, инновации и ресурсы инновационные, которые также приняты на внешнем рынке, и которые организация однозначно должна учитывать. Ну, простой пример. Всеобщая компьютеризация, применение программы, единых программ работы, деятельности, технологических программ, расчетных программ, бухгалтерских программ. Это те технологические факторы, из которых вряд ли организация могла бы находиться в этой среде полноценно. Согласна? То есть не может же организация не использовать того, что используют все абсолютно технологические в дальнем окружении. Экономические факторы. То есть это та экономика, да, и ситуация в стране, на рынке, в отрасли, в целом, в мире, которые непосредственно влияют и способствуют на деятельность организации. Экологические факторы. Очень важный фактор, который на сегодняшний день является наиболее актуальным для деятельности любой особенно производственной организации. И, конечно же, политические факторы. Например, любая компания, которая выходит на новый рынок, начинает, прежде всего, анализ этого рынка с анализа внешнего, дальнего окружения. И иногда компания не принимает решение выхода на новый рынок, только потому, что при всех прочих положительных влияниях факторов, политический фактор является неблагоприятным, и компания не может принимать решение выходить на данный рынок. Каждый фактор имеет свое значение. Все факторы, безусловно, влияют на деятельность организации, на всех ее этапах развития. И они очень плотно взаимосвязаны между собой. Обратите внимание, какие преимущества дает менеджеру анализ стив-факторов. Ну, во-первых, когда руководители или его ближние сотрудники работают со стив-факторами, они начинают не только говорить, то есть предполагать, что что-то происходит в мире, во внешнем окружении организации. Они постоянно думают о нем и начинают принимать решения, как правило, связаны, в первую очередь, с теми внешними факторами, которые могут повлиять на деятельность организации. Есть еще одно преимущество или выгоды для работы с анализом дальнего окружения. У людей воспитывается культура учета факторов внешнего окружения, и появляется это видение. Видение, которое в дальнейшем...